95 лет со дня основания отмечает Тверская областная станция скорой медицинской помощи. Специалисты этой службы самыми первыми приходят нам на помощь, когда возникает угроза жизни или здоровью человека. С юбилейной даты сотрудников скорой помощи в рамках торжественного мероприятия поздравил и глава региона Игорь Руденя. Более 366 тысяч вызовов в 2023 году приняли сотрудники Тверской станции скорой помощи. Люди в голубой форме всегда готовы прийти на помощь тем, кому она необходима. Это травмы, инфекции, сердечные приступы, потери сознания и многие другие поводы. На сегодняшний день в системе скорой помощи региона трудятся около 2000 специалистов. Среди них врачи-педиатры, реаниматологи, фельдшеры, медсестры, водители, санитары. Как молодые специалисты, так и ветераны. Фельдшер из Вышнего Волочка работает более 40 лет. Два года был в Афганистане. Говорит, скорая — это не профессия, а призвание. Я свою профессию выбрал еще в восьмом классе. И с восьмого класса я ходил на скорую помощь. Была такая малая академия. И так осталось, так и продолжил. Своими бесценными знаниями опытные коллеги с удовольствием делятся и с молодыми специалистами. Кадрам в регионе уделяется особое внимание. Некоторые сотрудники приходят на немедицинские должности, а потом решают сменить профессию и поступают в профильные учреждения. Так и Валерия Новикова. Занимается пока административной работой, но решила стать фельдшером, пойти по стопам мамы и спасать жизни. В планах, конечно, было поступать вне зависимости от целевого, но благодаря губернатору Игорю Михайловичу есть такая возможность поступить по целевому, что очень облегчает жить. Потому что и в дальнейшем. То есть мы будем трудоустроены на станцию скорой помощи. То есть нас там ждут. Также профильное образование получает и санитар Артем Лакеев. Это будет его вторая профессия. С первой, признается мужчина, промахнулся. Зато сейчас точно уверен, медицина это его. Хотя изначально устраивался временно на подработку. Я пришел, меня взяли, попробовал и до сих пор не расставался со скорой. Так мне понравилось. И поработав по образованию, я понял, что это не мое. И все тянуло обратно. И как появилась возможность, я сразу же решил поступить. Всего же по системе целевой подготовки кадров в Тверском государственном медицинском университете и в медколледжах региона обучаются около 40 будущих специалистов. В рамках юбилейной даты 95-летия образования службы скорой помощи в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» проходит межрегиональный семинар «Экстренная помощь. Новые вызовы для молодежи». Его участники, в том числе ветераны и студенты. Ведь оказание качественной помощи – это командная работа разных поколений медиков, уверен главный врач службы. В скорой помощи – это не просто машина приехала. Это прием вызова, обработка вызова, назначение бригады. И главное, чтобы помощь оказалась быстрой и качественной. Все это звенья одной цепи. Но эта цепь кается не только здесь и сейчас, но эта цепь куется по времени. Поэтому здесь мы собрали и молодежь, и ветеранов. Мы хотим, чтобы все обменялись своим опытом. И вот эта цепь стала прочнее для здоровья и благополучия наших граждан. Кроме того, со знаменательной датой сотрудников скорой помощи в рамках семинара поздравил губернатор Игорь Руденя, депутат Государственной думы Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Глава региона отметил, что труд наших медиков бесценен. Знаменитый русский писатель, практикующий доктор Антон Павловича рассказал, что профессия врача – это каждодневный подвиг во имя жизни и здоровья детей. Эти слова можно назвать эпиграфом к истории развития системы скорой и неотложной медицинской помощи нашей Тверской земли. За первый год создания нашей Тверской станции Электив, 21 человек, обслужил порядка 5000 высылок. Но уже через несколько лет телефонный номер 03 стал одним из самых известных. Труд работников скорой помощи одним из самых уважаемых. От качественной работы медиков напрямую зависит и здоровье наших граждан, отметил в своем поздравлении депутат Госдумы Владимир Васильев. По итогам 2023 года, так сказать, продолжительность жизни составила 74. Это большое достижение, в котором, безусловно, присутствующие здесь и все работники медицины. Основная заступа ваша. Также на мероприятие были вручены награды сотрудникам Тверской станции скорой медицинской помощи, почетной грамоты и благодарности губернатора из Законодательного собрания Тверской области. Напомним, что улучшению качества работы службы скорой помощи уделяется особое внимание. Так, в 2021 году Верхневолжье в числе первых регионов в Центральном федеральном округе завершило централизацию подразделений скорой медицинской помощи. Проведен комплексный ремонт ряда зданий под станции в муниципалитетах. Ведется работа по привлечению молодых кадров.